если говорить о таком имени как пушкин он сам об этом лучше всех сказал нет весь я не умру душа в заветной линии мой прах переживет и тлея не убежит и как творец нашего языка и собственно говоря в прямую творец нашего мышления русского он никогда уже не истребиться и об этом идет речь как раз в этом сказе а возрастом поспел рано у его молодость широка была и к женскому полу он подпадывал и это он убил не худо долго молдцевал долго летал по другу но мне на семнадцатом году девушек неладно делал так себе пушкин курил или не курил я прочитал много литературе литература о пушкине чего раньше не касался хотя перечитывал тенианова раза три и много узнала о тещи потому что персонаж огромное количество здесь вот и таких тонкостей и нюансов конечно я не знала стихи само собой разумеющиеся вот то что дневники какие-то письма вот этот такой большой пласт я много узнал но благодаря шергену потому что нужно было все копать поднимать какие-то материалы так бы может быть моя рука и не коснулась муж где-то что-то слышал знаешь и вроде как уже все хорошо от раком читал много и часто всяку грамоту навык и на земскую и русскую ребят типуки он с каждым заговорит каждому туму что надо скажет как птичка вылетайте как птичка вы меня не любите и любить не можете но еще не поздно мы еще оба можем испариться от будущих упреков совести я думаю угаров в своей пьесе делает обломова русским героем действительно это так потому что на мой взгляд у гончарова в романе облома все-таки не неоднозначный персонаж и я его так всегда воспринимала угарова это герой мне кажется они во все времена были и будут такие люди у меня много знакомых которые в принципе так жизнь свой как облом проводят проживают на уже каком-то готовом так он какой-то готовый подушки какой-то своей подготовленного родителями там я не знаю предками как по накатанные живут герои или не герои ли каждый мне кажется зритель вот по просмотру спектакля он решит для себя правильно это или неправильно и мне кажется в этом и есть прелесть этого спектакля что это не какое-то назидание что вот жить нужно вот именно вот так вот или вот так вот так не живите вот делаете вот так а именно что здесь есть какая-то какая дискуссия внутренняя вот у каждого человека в голове она сложится и он будет размышлять это круто мне кажется ну почему русская лень обломов это не русская лень обломов это человек которому страшно мне кажется страшно от того что происходит вокруг от того что происходит в мире именно поэтому он не выходит он может лежит только молиться чтобы все закончилось чтобы было наконец там мирное спокойное небо что люди были счастливы сыты и довольны и любили друг друга по утру без крайне море на широком на просторе лодка уклая ныряет носом волны и рассекает рассекает жили-были старик со старухой у самого синего моря узнали да да именно так начинается сказка пушкина о рыбаке и рыбке по мотивам который поставлен спектакль в тверском государственном театре кукол спектакль который вы сейчас и увидите дурачи на ты вы просил дурачи на корыто ой в корыте так воротись поклоняйся рыбке вы просил уж вы просил уж и заба придумала и осуществила постановку на сцене нашего театра талантливая команда режиссер людмила федорова художник андрей запорожский и композитор наталья высоких мы надеемся что спектакль с удовольствием посмотрит и взрослые и дети вот идет он синему морю видит на море черная буря так и стулья так и стулья сердитые волны так и стонут так воем и воют стал он крикать золотую рыбку рыбка рыбка рыбка